МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы знаем, как одно их желание превращается в тысячи. Поэтому сделали карту «Можно всё» для детей и их родителей. Росбанк. Группа ССЕТ «Женераль». Будущее – это вы. Здравствуйте. Это новости на Дону в студии Лидия Романченко. Прилетел из-за границы и оставайся дома до результата теста на ковид, естественно, отрицательного. Роспотребнадзор объявил сегодня об изменениях правил возвращения россиян и въезда иностранцев. Граждане России должны заполнить специальную электронную форму регистрации прибывающих на едином портале госуслуг еще до вылета в Россию, не позднее регистрации на рейс. И заполнить анкету прибывающего на борту самолета. А в течение трех календарных дней со дня прибытия сдать тест на коронавирус методом ПЦР и внести результаты на тот же сайт госуслуг. При этом, вот оно нововведение – до получения результатов теста соблюдать режим самоизоляции по месту жительства или пребывания. Но и иностранцы при посадке на летящий в Россию самолет должны иметь при себе медицинский документ на русском или английском языках, подтверждающий отрицательный тест на ковид. Ковид остается смертельно опасным для пожилых людей. В коронавирусной статистике 23 сентября 9 умерших, в сегодняшней еще 8. Это 4 женщины от 68 до 79 лет и четверо мужчин от 62 до 80. Новых зафиксированных случаев заражения 189 и подавляющее большинство приходится на Ростов – 114. В Волгодонске – 13 инфицированных, в Батайске – 11, выздоровели 144 человека. В стационарах лечится 1276 пациентов, 73 из них в тяжелом состоянии на ИВЛ. В целом по стране число заразившихся за сутки понемногу, но продолжает расти. Сегодня в статистике уже больше 6,5 тысяч. Больше 6 тысяч человек выздоровели, умерли 149. Еще 3 миллиарда 300 миллионов рублей областного бюджета направят на решение различных социальных задач до конца 2020-го. Поправки в главный финансовый документ региона внесены сегодня на внеочередном заседании парламента. В 2020-м депутаты ЗАГС Собрания трижды вносили изменения в областной бюджет. Сегодня поправки приняты в четвертый раз. Главная статья расходов – ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. До конца года на выполнение этого обязательства направят 2 миллиарда 200 миллионов рублей целевых поступлений федерального бюджета и собственных средств Ростовской области. Еще 560 миллионов на бесплатное горячее питание младшеклассников в школах, ведь законодателей беспокоит стоимость порции. Депутаты озабочены размером 54 рубля 99 копеек. Мы считаем, что размер этого питания в день, такая сумма, она недостаточная. И сейчас мы эту тему опять поднимали. И просим министерство нашего образования внимательно мониторить эту ситуацию. Более 700 миллионов направят до конца года на выплаты медикам, которые лечат людей с коронавирусом, а также на поддержку медучреждений региона в период пандемии. Речь идет о выделении дополнительных средств и на заработную плату, и на приобретение оборудования, и на другие расходы, которые сегодня несут медицинские учреждения. Продолжается поддержка безработных жителей области. На пособия направят 360 миллионов рублей в центре внимания и образования. Мы выделили средства на строительство двух детских садов в городе Ростове-на-Дону. Один новый стройкой, другой реконструкцией, и новое строительство в Оксайском районе. Плюс в Волгодонском районе, в хуторе Логодники будет построена начальная школа. По словам спикера парламента, до конца 2020-го будут найдены и другие дополнительные ресурсы на выполнение социальных обязательств перед жителями области. Анна Туполева, Андрей Токарев, Ростов-на-Дону. Замечания по благоустройству и содержанию парка Вересаева должны быть устранены в течение месяца. Причем претензия у областной комиссии Минжикыха не только к подрядчику, но и к заказчику. Некачественный полив, неогороженная площадка для выгула собак и уже просевшая новая плитка. Новый парк Вересаева сдали в конце прошлого года. Его разбили за 49 миллионов рублей по программе формирования комфортной городской среды. По проекту благоустройства здесь должны быть пешеходные дорожки, зоны для тихого отдыха, площадки для выгула собак и, конечно, высажены деревья и кустарники. Однако качество работ вызывает вопросы. Уже на входе видим просевшую местами потрескавшуюся плитку. Подрядчик твердит, материал качественный и соответствует ГУСТу. И там, где была просадка по их вине, уже все исправили по гарантии. Идем дальше. В глаза бросаются сухие ветки старых деревьев и новые, но уже сухостойные саженцы. При том, что проектом предусмотрен и уложен подрядчикам водопровод. В Непилхо нет заключенного договора с водоканалом на поставку водоснабжения, поэтому сюда вынуждена заезжать поливомоечная техника, машина, которая получается 16 тонн веса. И вся эта колейность, которая есть, это следствие именно того, что здесь ездит поливомоечная машина. По этой же причине не работает питьевой фонтанчик. Договор с водоканалом обещают заключить в течение трех недель, хотя на протяжении года у водоканала были систематические замечания, утверждают в Управлении благоустройства и лесного хозяйства. И еще одно упущение проекта – площадка для выголособак не огорожена. Некоторые дорожки ведут в никуда. Насыпные, непрактичные и затратные в содержании. Недочеты подмечают и гуляющие горожане. Когда только все сделали, вроде бы все же было хорошо. Но сейчас, да, может быть просто то, что никто не ухаживает за этим, как бы сделали тропинки и лавочки поставили. На этом все закончено. Хотя ж обещали, что будет за всем ухаживать. Есть претензии и к освещению. Половина фонарей не работают. В рамках гарантии на данный момент есть проблема с опорами освещения. Это наши гарантийные обязательства. Мы в течение двух-трех недель все исправим. И все будет гореть, все будет хорошо. Все выявленные недочеты должны быть устранены в течение месяца. В случае неисполнения поручений областная комиссия будет обращаться в надзорные органы. Если будет некачественный и неправильный подход, нехозяйский подход к содержанию территории, то мы получим, будем все парки получать вот такие, которые получили здесь. С продавленной плиткой, с невысаженной часть зеленых насаждений. В связи с тем, что просто не успевали это сделать. В итоге мы видим белые квадраты без многолетних растений. Кроме того, должна быть благоустроена прилегающая территория, чтобы горожане могли с комфортом не только выгулять в парки, но и добраться к нему. Елена Доронина, Андрей Токарев, Ростов-на-Дону. Реставрация с реконструкцией и строительством. Вот настоящие и будущие редакции газеты «Приазовский край». Старинное здание на углу Большой Садово и Братского должно преобразиться, но при этом сохранить свое лицо. Ведь без этого кусочка истории будет другой история всего Ростова. Здание в исторической части Ростова всегда находится под пристальным вниманием горожан. И если здесь начинается реконструкция, реставрация или даже строительство новых корпусов, это сразу вызывает беспокойство. Не исключением стала и реконструкция здания газеты «Приазовский край». Александр Сушков готов рассказать, какие тревоги совершенно излишни в отношении этого исторического объекта. Он входит в общественный совет при областном комитете охраны памятников культуры и в курсе всего происходящего. Это тот самый редкий случай в истории ростовской эпопеи по сохранению памятников культуры, когда данное здание старинное, оно будет восстанавливаться абсолютно идентично тому, каким оно было еще до революции. Здание конца 19 века, где размещалась редакция и типография газеты «Приазовский край», имеет разную сохранность. И ту часть, которая плохо сохранилась, сейчас демонтируют. Вот мы видим с вами подпорки эти по фасаду, которые четко показывают, что именно эта часть фасада не будет разбираться, она будет именно достоверно реставрироваться. А на месте демонтированных стен по братскому шаумяна построят новое, идентичное оригиналу. Сейчас вся сердцевина вычищается, и после этого будут восстанавливать и укреплять фундамент. Тут все очень культурно сделали. Перед тем, как вот это вычищение делать, здесь были проведены археологические раскопки, потому что это здание, оно находится на территории некрополя Тимирницкого городища. Все было проанализировано и выдано разрешение на строительные работы. Преображение Ростова продолжается. И если вокруг на могучих золотых дрожжах лезут в вышину кирпич и камень, то здание редакции Приазовского края должно сохранить колорит старого города. Галина Белоусова, Юрий Санкин, Ростов-на-Дону. Что объединяет все народы? Ну, например, бережное отношение к природе. Напомнить об этом призван проект «Экотрадиции и обряды народов Дона». В 40-й ростовской школе любовь к природе сегодня выражали творчеством и высадкой цветов. Семена цветов, которые мы сегодня посадим. Незабудка. Ромашка. И лаванда. Они хорошо приживаются в наших широтах. Кроме того, цветы играют важную роль в культуре каждого народа Дона. Кто не знает о лечебных свойствах ромашки? В садоводах сегодня ученики ростовской школы номер 40. Высаживают также кустарники и деревья. Этот праздник – часть большого проекта «Экотрадиции и обряды народов Дона». Суть проекта в чем? Чтобы показать, что растения, экология, природа всегда присутствовали у любого народа. И в геральдике, и в костюмах, и в узорах, и в быту, и в еде, и вокруг всегда окружали. Вот сегодня дети приготовили показать. Здесь казачья культура представлена. Подсолну. У каждого народа есть какое-то свое растение. У греков мастика, у украинцев калина. Все разнообразие цветов и трав ростовские школьники постарались собрать творческие композиции и представить на своеобразный вернисаж. В ход шли акварель, цветная бумага, бисер и даже шерсть. Но рамками картины экоискусство не ограничилось и вышло на асфальт. Вооружившись мелом, юные художники творят в реальном времени и рассуждают об экологической культуре. Мы доносим мусор до урны и поливаем цветы. Творческий настрой поддерживают звуки понтийской лиры. А вслед за экологически чистым греческим инструментом в ход идут танцы. Виктория Щетинина, Руслан Хамчеев, Рософ на Дону. Сдай батарейку, спаси родную землю. Экологическая акция с таким призывом завершилась в Ростовской области. В течение полугода 5 тысяч школьников и детсадовцев не выбрасывали, а собирали использованные батарейки. И в итоге накопили больше двух тонн. Ребята очень активно приняли участие. До сих пор звонят, акция уже закончилась, не звонят, просят, давайте продлим. Мы еще насобирали очень много батареек. От одной батарейки, как ребята узнали, погибает один ежик и тысяча червей. Поэтому нельзя бросать батарейки в землю. Здесь и детские сады, и батарейские лицеи, детская средняя школа, Мясниковский район, Севачатль. Сдай батарейку, спаси родную землю. То есть со всей Ростовской области собрали более двух тонн батарейок. Это все собрали дети. Теперь батарейки отправятся на переработку в Челябинск. Там из них извлекут полезные материалы, остальное безопасно утилизируют. Такие акции будут продолжаться с целью полностью исключить батарейки из повседневных бытовых отходов. Неприятная спортивная новость. Матч Лиги чемпионов Бухарест-Ростов-Дон, который должен был играться в Румынии, в воскресенье перенесен. Дело в том, что у одной из наших гонболисток положительный тест на коронавирус. Новую дату матча определят позднее. Это все новости к этой минуте. Следующий выпуск смотрите в 18.00. В студии была Лидия Романченко. До встречи.